Всем привет, с вами Ира Кураж, и мы продолжаем проходить Авернум Escape from the Pit. И очень хотелось показать, здесь есть совет, как заставить Авернум работать быстрее. Для этого надо не запускать его в полноэкранном режиме и выставить меньшее разрешение. Причем игрушка, мне кажется, пойдет, ну не знаю, на печатной машинке. И я вот честно, ну, не знаю, юмор это или всерьез такие вот утверждения. Что ж, а здесь у нас, здесь у нас дорога дальше. Черт, значит здесь у нас, о, а что это такое? Ну ладно. Вот, теперь мы попадаем в пещеры гоблинов. И тут куча черепушек. Это интересно, теперь вы понимаете, как подземелья становятся зловещими подземельями. Это логово все еще не достроено, но вы предположили, что нефили мы, решили поселиться тут и заставили гоблинов делать всю тяжелую работу. На поверхности вы часто встречали то же самое, слабый работает на сильного. Изнутри доносятся звуки обработки камня и резкие крики гоблинов, вы можете положить конец их работе. Ну, мы это и пришли сюда. Сделать. Так. Давайте лучше выстрелим. Вот так вот. О. А вот священник кинет нам защиту на всякий пожарный. Ну и мак вот здесь постоит. Во. Как хорошо это все. А теперь будем резать, будем бить. Э, черт, вплотную нельзя стрелять. А, ну я могу в другом выстрелить. Ага. Смекалочка. О. Фух. Так, ну вот этого гоблина надо дорезать и того застрелить. Все. Отлично. Ммм, давайте посмотрим. Ээээ, грубый кинжал. Окей, сойдет. Хоть какой-то, хоть какая-то награда. Там вот я вижу еще один гоблин, который хочет явно немножко получить по щам. Так. Оу. Оу. Они взяли и... Ох. А это не филинг, кстати. В глубине стоит. Поэтому, наверное, пока что мы кинем защиту, потому что нефилимы, а они твари крепкие. Но, к счастью, он до нас не дошел. Ага. И теперь подлечим. Да что ж ты будешь делать? Как тебя зовут друг? Альдуса. Это Корделия, Майкрофт и Марьян. Шикарно. Все равно не запомнил. Во. Так. Ух. Ладно. Вопрос о крепости нефилимов. Он оказался открытым. Так, поясочек. Поясочек. Майкрофту достанется. Грубый лук. У нас и так они. Возьмем. И молот. Вот молоты, по-моему, нам нужны. Да. Молоты нам нужны. Ух. И здесь еще несколько гоблинов. Причем первый был гоблин-воин. Но долго он не провоевал. А. Причем я только сейчас понял, что когда мы ставим вот так нашего Альдуса, у нас получается, что враги не могут прямо у него пройти к остальной пати. Это очень удачная расстановочка, скажу я вам. А еще пара молотов. Молотов. По-моему, нам на квестах нужно будет три штучки. Так. Эм. Блин. Дротиков дофига, но у нас никто их не мечет. Не метает. Мм. Ладно. Оп. Здесь стоит хинтик. Вы встречаете человека в потрепанных доспехах. Он явно истощен. И к тому же гоблины здорово его избили. Не удивительно, что он рад вас видеть. Спасение. Наконец-то я хинтик. Путь к выходу безопасен. Что вы здесь делаете? То есть мы заявились в камеру. Там бедный чувак такой. А, меня спасли. И мы такие, что тут делаешь? Я из отряда, который атаковал эти пещеры. Мы думали, что застанем их врасплох. Но, видимо, они заметили нас и напали, когда мы вошли в главную пещеру. Я не знаю, что стало с остальными. Где главная пещера? Отсюда мне сложно сориентироваться. Знаю только, что она возле входа. С ручьем по центру и прудом. Раз вы здесь, вы должны были ее увидеть. Кто напал на тебя? Гоблины, нефилимы, даже шаман. Я сбежал, когда один из наших словил огненный снаряд в грудь. Сколько человек было в вашей группе? Здесь было десять наших. Некоторые погибли в засаде, другие спрятались в тоннелях. Здесь много тайных проходов. Двоих из нас взяли в плен, только я выжил. Тайные проходы? Гоблины сделали несколько скрытых дверей. Ищите странные пятна на стенах и нажимайте. Считай, что тебя освободили. Спасибо, я этого никогда не забуду. Он думает. Знаете, я слышал, как один из них упоминал что-то о шамане в секретной комнате и о ключе, который тот охраняет. Просто подумал, вам будет интересно. Спасибо, я никогда не забуду вашей помощи. Он покидает клетку и со всех ног бежит к выходу. Вы совершили сегодня доброе дело. Ну, еще бы. Мы же няшки. Да, здесь всякий мусор. О, и здесь трупик. Ладно, с трупика штанишки зато можно забрать. И колечко, которое стоит денег, кстати. Вариант. Так, да. Остальное все как это мусор. Давайте осматриваться дальше. А, дверка. Вы замечаете, что странное обесцвеченное обнаженный камень торчит из стены поблизости. Вы испытываете желание выдвинуть его и посмотреть, что произойдет. Ну, давайте сначала... О! Давайте сначала разберемся с гоблиным шаманом. Э, черт. Вот ведь... Неудачненько. А, смотрите, мы можем все же проходить и двигать своих. Это крайне удачно. Так, ну... Я думаю, все же займемся мы шаманом первую. Окей. Шаман долго не выжил. Все оказалось гораздо проще. Так. И он здесь охранял какой-то ключ, правильно? Клещи и щипцы. Это не похоже на ключ. Ну, и это не похоже на тайную комнату, справедливости ради. Что, кто, где? А, но они за стеной. А. Так, ладно. Давайте всех отведем. И если мы нажмем на камень... О! Автосохранение. А, вот сюда ведет туннель. Окей. Это тайная кладовая. В углу куча молотков, мешки цемента и прочие строительные материалы. А, молот, ножницы и красивый кристалльчик. Шикарно. А где всякие строительные материалы? Камень. Блин, зачем делать кладовую тайной, но при этом... Вау. Там что-то вот прям интересное. Но я нигде не вижу кирпича другого цвета. Полагаю, что придется туда как-то по-другому проходить. Ну, у нас тут еще много-много пещер. Кстати, а почему мы не осмотрели? Да, потому что там ничего нет. Ладно. О, рублен мусорщик. Бедные ребята, и так вам достается... Табличка. Гороша. Крек-крек. Что бы это ни значило, еще там красный икс снизу. Так, ладно, бой продолжается. Хорошо. О, песик. Точнее, гигантский ящер, но... Полагаю, что в мире Авернума они как раз-таки исполняют роли песиков. То есть, кому-то нравятся такие маленькие декоративные песики, а тут прям для тех, кому хочется нормального... Как же он? Как это порода? Самоед. Во. Типа того. Так, ну и давайте уж подлечимся. Раз мы немножко подранились. Ага. Штанцы. Хороший плащ, смотрите-ка. Хороший плащ нам не повредит. У остальных уже есть плащи? Да, у остальных есть. А штанцы? Так, штанцы. Ладно, пусть будет. Если что, продадим. О! Шикардос. Кольцо. О, плюс один процент шанса уклониться. Ну, на войне оно самое то. Так, ботиночки. Мне нравится, что потихоньку у нас отряд так это... Одевается получше. В общем, я думаю, к концу этого донжона мы выйдем в пути в нудских, но в каких-то шмотках уже. Так. Ух. Так. Там крыски, а там нефилимы гоблины. Я думаю, стоит начать с крысок. Ай. Оу-оу-оу. Эхэ. Ладно. Сложный выбор. Вот так мы отойдем. И выстрелим. Соответственно, тетенька магичка выйдет вот сюда. Ой, она не доходит. Так. Отлично. Пока все идет по плану. Давайте Майкрофт, наверное, использует защиту. Вот, шикарно. А Аккорделия выйдет сюда и призовет зверю. Да. Только зверь мимо них всех не пройдет. А, но мы можем успеть Майкрофта чуть вбок отвести. Хотя нефилимы на практике оказываются не столь крепкими, как с Лицерикой. Вот они, да. И они прям... Ай-яй-яй. И хотя все говорит, что надо бы сюда идти, но вот там была какая-то пещера с ништяками. И лестница наверх. Она меня, если честно, смущает. Ладно, давайте посмотрим. О, мы прям напали на подушка. Подушка... Подушка. Подушка не нужна. А вот тесак может пригодиться. Лампа тоже. Да. Вроде все, что мы отсюда унесем. О, ага. А здесь проход заблокирован. Ладно. Наверх я пока не хочу идти. Во. Здесь стеночка. Лина Гоблин как-то же к нам собирается подойти. То есть неспроста все это. Эта пещера явно используется жителями, как мусорная яма и отхожее место. Непреодолимый запах скверны распространяется повсюду. Да, но... Как вот туда пройти? Неужели что-то через верх? Судя по всему... А, не, вот. Смотрите-ка. Отлично. Так. Блин, бой через стенку начинается. Но ничего не происходит. О. Ну, мы немножко разбогатели за счет этой наблюдательности. И, увы, ах, нам не оставляют выбора, кроме как идти... Кроме как идти наверх. Окей. Ненавижу, когда так происходит. Какая-то слизь. О, крыски. Ну, сначала... А, вот. Вот. Вот оно как работает. Пропускаем, пропускаем. А, черт, и сзади чувак к нам бежит. А, ну хотя мы можем всех завести внутрь. Вот так. И вот теперь Альдус сможет танковать. Хотя там танковать особо и не пришлось даже. О, ботиночки. Это будут сандалии мага. Хе-хе-хе. Икс, тэкс. Давайте посмотрим, что здесь за наши труды нам достанется. Мм. ухты а вот это что-то новое она дает больше брони снижает шанс попадания конечно но блин она очень даже неплохо крайне мере для нашего воина который постоянно впереди планеты всей танкует лучше ничего я представить не могу и корделия выходит вот сюда и давайте призовем так блин мне не очень нравится что нас вот так откинула надо бы альбуса лечить хорошо хоть волк сейчас наверное какой-то момент потанкует и крест двуххвостый отлично я так чувствую что вот это главный босс данного места давайте тогда с нефилимом разделаемся быстрее чтобы уже остаться один на один с их вожаком жив к счастью песик неплохо за нас танкует это очень сильно помогает на практике потому что еще один удар так по альдусу и все могло закончиться очень печально а теперь мне кажется уже делать техники вода расстреливать крепкий чертями но уже практически лёхлый а уже и не практически шикос ну давайте смотреть грубый палаш плюс 5 процентов к шансу попасть нормальненько так а его можно в одну из рук взять были блин жалко так ледяное излучение у нас вот здесь по моему мы собирали да блин обидно могли бы мы взять их два было бы гораздо лучше и давать на всякий случай подлечим со x-o уверен что на нем ловушка но ваш навык владения инструментами слишком мал чтобы ее обезвредить нажмите еще раз чтобы все равно открыть его вот так сделаем о как здорово мы открыли ящик ну по всей видимости ящик мы пока оставим в покое и как только появится возможность просто поднимем наш навык владения инструментами потому что вроде как и лут там был занятный но то есть он бы нам пригодился очень сильно вот эту штучку не нажимается нет такая что здесь ведро прекрасно всегда мечтал о ведре вот и вроде как и лут там достойный но и убивать полпати из-за этого не очень хочется их почти так у нас еще где-то должен быть шаман гоблинов за секретной дверью вместе с ключом возможно даже ключ от этого ящика но как мне хочется видеть эту картину так снова лечи мальдуса и как всегда после боя вот это не очень удобно сделано конечно что постоянно приходится заходить в этот интерфейс вроде я больше ничего не вижу но как-то вот здесь же народ оказывается то есть где-то должен быть кирпичик тайный нажав на который мы можем блин как сюда вот попасть здесь стенки есть все такое прочее и еще кинжал но нет прохода что за ересь так а давайте осматриваемся тут тут всякий набор глины глин нам нафиг не нужна оп о гоблин шаман стоит во весь рост сколько его есть у гоблина перед темным запятнанным алтарем слегка поошатываясь под весом всех своих трофеев и резных талисманов он указывает на вас со своего возвышения вы люди такие высокомерные всегда думать убивать гоблина легко хорошо шаман дорво говорить конец для вас мы сражаться с нефилим и они высокие нефилим и воины позади него неистово зарычали затем все бросились в атаку прекрасно ну пока они не бросились в атаку мы можем первым делом к стану в атаку нам гораздо проще будет разбираться с этим самым шаманом дорво а что у нас есть еще р защита давайте покараем этого шамана не смогли ну тогда мы выведем вот сюда тёточку мага и призовем хух возможно даже и смысл сначала не фильмов всех разделов да потому что шаман явно слишком крепок для того чтобы вот так на скоком прибить да все правильно сделал мышление верное сначала нафиг не фильмов теперь у нас есть покров проклятий и хоть там от чувака вызывает гигантских ящеров это уже такие нюансы ладно я думаю есть смысл ящер более он не очень крепкий ну так все шаман оказался если честно он еще отравлю прекрасно остается его спокойно расстреливать его отравили еще раз что характерно но он снова вызвал какую-то дрянь подозреваю что это тот самый шаман который должен держать ключ от чего-то начальник этой заставы уничтожен как и большинство его подчиненных это здорово ослабит северные племена что сражаются саверному окей давайте здесь же изучим что у нас есть пропитанный плащ ух ты плюс сопротивление это интересненько это мы пожалуй наденем вот так вот железные рукавицы броня плюс пять процентов а здесь плюс четыре но она шанс попасть отрицательные там и там поэтому вот так делаем так потихоньку сейчас у нас party приоденется сандалии возьмем свеченьку возьмем и плащик так что тут есть тут же есть больше ничего они вон там грубый лук ладан то есть реально надо высматривать что вообще где лежит я думал она в каком-то радиусе хоть срабатывает а у меня о прошлом опыте вскрытие нами ящика я пожалуй сохранюсь внутри ящика вы находите бронзовый ключ на длинном шнурке из кожи ящера вы забрали его себе он откроет дверь автоматически когда найдете подходящую дверь ага ладно тут куча свитков кстати свиток защита от стали у прикольно давайте возьмем пригодится но вы кладение инструментами слишком мал чтобы ее взломать блин а вещи двери остались я просто больше их и не помню тут если это ключ от вот этой двери да и черт с ней что-то я возможно упускаю да и в общем то я вперед прошел и радостно попытался открыть тот самый сундук подумал что ключ может быть от него вещь оказался не от него и вся пати у нас радостно по вот что я пропустил тебя пати радостно подохла это надпись тщательно вы царапада на стене она гласит не филимы и не не фаримы устроили засаду при входе в пещеру те кто выжил разбежались по тайным туннелям и спрятавшись ждут помощи лежащий под надписью труп человека как бы говорит о том что помощь не пришла вовремя прекрасно так но в этот тайный туннель мы уже зашли там еще я где-то видел тайный туннель же вот здесь наверняка что-то тоже есть нет игра периодически сохраняется а к этому нажимали блин вот начинается фигня когда надо высмотреть один пиксель так там сундук который мы пока не можем открыть не потеряв всю команду здесь я ничего не вижу да в упор ничего не вижу ну ладно предположим что все предположим что в этом подземелье нам осталось только вернуться когда у нас будет повыше навык использования тузов и тогда мы сможем здесь хотя бы этот чемоданчик облутать меня интересует что вот там но пока давайте для начала вернемся в город потому как в городе нас ждет наград за квест о и тут каких-то мандиты вот вот кого я хотел увидеть а потому как мне кажется до уровня нам должно быть совсем чуть-чуть их что вы делаете демоны дайте нам сходить отлично да очень хочется получше лук чуваку потому что то что лежала там загашники вроде как было очень круто и с ним мы бы смогли прям разрывать этих товарищей как ты столько мажешь как водится надо быть на следующем уровне ему поднимать вероятность попадания максимально потому что это вообще не дело так а уже пора бы кстати и подлечить его ну все сложилось удачного таги да возвращаемся возвращаемся фордуна xxx и снова подходим к капитану джонсону но с ним уже тысячу раз вот отчитали поэтому командир командиров форта гоблинов убит можно получить награду вы сообщили джонсона ваших приключениях пещерах гоблинов приукрасив их рассказом об ужасающей битве с командиром нефилимов джонсон доволен но не очень впечатлен достаточно хорошо я полагаю я вас вознагражу у джонсона есть копье и мешочек содержащий 100 медных монет припасенные для вас эти монеты были бы бесполезны на поверхности однако здесь вавернуме они довольно ценны как идет борьба с нефилимами ситуация сложная но налаживается убийство гоблинов помогло нам их оттеснить еще немного и мы сожжем их уютное гнездышко он явно доволен этой перспективой капитан чем могу помочь так ну блин и он повторит тот же текст но вроде как мы уже всем чем могли ему помогли о здесь есть лестница наверх а мы здесь что-то можем стырить мы здесь что-то можем стырить перед мы ничего не будем такой спойлер небольшой давайте повышать уровня я думаю вот теперь по единичке мы всем вложим выносливость чтобы было так здесь у нас шанс попадания и здесь у нас время отдыха вот вот это и вот это а и теперь у нас быстро обучение но мне не очень хочется это брать повышает на укладение инструментами хорошее здоровье развитая сила вот что мы возьмем так дальше марион в общем здесь мы здесь нам надо также мы поднимем выносливость но мы помним что нам надо владение инструментами поднять и наверное удачу может она нам поможет и давайте еще наверно возьмем ловки пальцы такс майкрофт опять же выносливость и наверное ритуалы и тайные знания о фокус на призыве быстрое обучение ловки пальцы хорошее давление ведь наверно возьмем фокус на благословение такс и соответственно карделия тоже выносливость возьмем заклинание и наверное и тоже тайные знания и у нее будет фокус на призыве шикос а что ж давайте перед тем как закончить этот эпизод попробуем сгонять обратно форт форт к гоблину пещерку и еще раз вскрыть тот самый ящик вдруг у нас это выйдет потому стоп они отреспавнились или просто какой-то гоблин потерял страх хорош за но защищать все такого не может быть видим это какой-то одинокий гоблин который до этого потерялся заблудился не знаю что мы не забудем сохраниться а да точно во шикардос соответственно монетки и у нас есть лук только 3173 а этот 3173 такой же окей давайте возьмем его наверное майкрофту вот совершенно другая история теперь у нас есть два персонажа которые очень даже неплохо могут издалека постреливать не тратя никакую энергию а что ж плавно возвращаемся в фортуна ну и на этом пожалуй все спасибо андрею фиолетову за то что продолжает поддерживать наш канал и в следующий раз мы с вами отправимся по моему в сильвар если не ошибаюсь так до сильвар ну и будем общаться с местными брать какие-то квесты делать какие-то квесты в общем как пойдет пока не знаю что там вообще все спасибо всем и до встречи в следующем эпизоде пока пока